Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня я хочу вам показать продукцию Алуштинского эфиромасличного завода. Этот завод выпускает продукцию под брендом Душистый мир. У них собственное производство, собственное сырье. То есть вся продукция у них 100% натуральная. Друзья, я сегодня вам покажу свой заказ. И также на канале будет конкурс. Будет очень хороший приз, будет набор, очень красивый, ароматный. Поэтому обязательно смотрите видео до конца и обязательно принимайте участие в конкурсе. Друзья, я думаю, что многие из вас знакомы с Алуштинским заводом. Он славится своими гидролатами. Я выбрала 2 гидролата для волос и 1 гидролат для лица. Начну, наверное, с волос. Вы видите, что у меня новая прическа. Я сделала биохимию. И особенностью такой завивки является то, что волосы теперь можно расчесывать только влажными. Для того, чтобы не было эффекта дуванчика. Так вот, я решила, что буду увлажнять волосы не водой, а буду увлажнять их гидролатами. Гидролаты на самом деле очень благотворно влияют на волосы. Они становятся крепкими, блестящими, невероятно красивыми. Я выбрала от выпадения. В составе здесь у меня полынь, шалфей и сосна. На самом деле очень хорошо работает этот гидролат. Его можно наносить в течение всего дня. Кончики волос становятся живыми. Они становятся блестящими, увлажненными. Здесь удобный дозатор. Распыляется этот гидролат очень-очень мелкими капельками. И второй гидролат – это природное оживление розмарин, лаванда и ромашка. Это гидролат МИК. Здесь 100 мл. Такой вот симпатичный бутылек. Давайте прочитаю вам, что нам обещает производитель после использования этого средства. Гидролат розмарина – это активатор роста волос. Также он устраняет перхоть. Гидролат лаванды поможет вернуть волосам блеск и увлажнение. И гидролат ромашки обладает противовоспалительным свойством и фотозащитным эффектом. Если честно, мне понравились оба гидролата. Они отлично работают на волосах, прекрасно увлажняют. Волосы действительно выглядят более живыми, более ухоженными. Поэтому, друзья, рекомендую вам такие вот натуральные продукты. Также я заказала гидролат для лица. Гидролат «Василек». Здесь также 100 мл. Этот гидролат делает кожу сияющей, выравнивает цвет лица. Про морщины ничего сказать не могу. Не очень давно пользуюсь этим гидролатом. Но самое главное, он отлично снимает аллергию. Как только я сделала вот эту биохимию, биозавивку, у меня на лице появилась очень сильная аллергия. Видимо, все-таки химия есть химия. Что-то попало на кожу лица и появилось очень сильное раздражение. Вот щеки были прям, знаете, как свекла. Я долго... у меня не было никаких эфиров. Я ничего не снимала, потому что я боролась с аллергией. И тогда я взяла этот гидролат, нанесла на лицо и буквально минут через 10 у меня вообще все прошло. Лицо постепенно-постепенно вернулось к своему привычному оттенку. Поэтому этот гидролат действительно очень хорошо снимает раздражение и аллергию. И еще одно косметическое средство, которое было в моем заказе, это 100% эфирное масло «Шалфей». Вот так вот выглядит коробочка симпатичная и вот так вот выглядит бутылек. Здесь 5 мл. Масло стоит очень бюджетно в цене, по-моему, 150 рублей. Я прочитала в журналах, что полезно принимать ванны с шалфеем. Это благотворно влияет на кожу и на волосы. Также, кстати, на коробочке заявлено, что эфирное масло «Шалфей» можно использовать для ароматизации помещения, обогащения массажных масел, кремов, тоников и ванны. Но вот я планирую принимать ванну с шалфеем, чтобы у меня в тонусе была кожа, чтобы у меня блестели волосы. Друзья, также в моем заказе была сладкая часть. Я заказала 2 варенья. Одно варенье из кизила и второе варенье из лепестков розы. Наверное, начну с варенья из лепестков розы. Это вкус моего детства. Когда-то в детстве наши друзья, наши знакомые угостили нас вареньем из розы. И вы знаете, вся моя семья была под огромным впечатлением. Нам варенье очень понравилось. Нам показалось, что оно ни на что не похоже, но очень ароматное, красивое, вкусное. И мои родители были настолько впечатлены вкусом этого варенья, что они стали готовить это варенье из шиповника. Мы жители Урала, нам с розами не повезло, поэтому мы готовили его из шиповника, это варенье. Конечно, оно чем-то схоже по вкусу, но розу, мне кажется, ничем не заменить. Поэтому всегда, когда у меня есть возможность попробовать варенье из розы, приобрести его где-то, я всегда это делаю. Здесь 340 грамм и в интернет-магазине Душистый мир стоит оно достаточно бюджетно. Значит, варенье в составе имеет лепестки розы, сахар, воду и лимонную кислоту. Сейчас покажу, какое оно внутри, по вкусу я его попробовала, оно невероятно вкусное. То есть, если вы не пробовали, мне трудно передать вам, на что оно похоже, что напоминает. Оно очень сладкое, очень вкусное, очень ароматное, в общем, потрясающее варенье. Не пробовали, побалуйте себя обязательно. Следующее варенье из кизила. Вот кизил я никогда не пробовала, и мне очень хотелось попробовать эту ягоду, попробовать варенье из этой ягоды. Здесь, по-моему, 300 грамм в этой баночке. Я ее открыла, попробовала варенье и обратно так упаковала. Вот так вот все было красиво упаковано изначально. Значит, здесь есть такие вот цельные ягоды кизила. Этот кизил с косточками. Он слегка кисловатый, но очень вкусное варенье. Здесь присутствует кислинка. В общем, кизил мне тоже понравился, но все-таки роза мне нравится больше. Кизил совсем другой, то есть это ягода, это все-таки ягода, а там все-таки лепестки розы. Вот, друзья, вот такие вот сладости, вот такие вот вкусности у меня были в дегустации из Крыма. Друзья, ну теперь давайте перейдем к приятному моменту этого видео. Сегодня на канале будет объявлен конкурс. Конкурс я буду проводить совместно с компанией Душистый мир. И в качестве приза они предоставляют шикарный набор, лавандовый набор. Я уверена, что это очень ароматные продукты. Это 100% натуральные продукты, поэтому всех приглашаю к участию. Условия у меня всегда очень простые. Необходимо быть подписчиком канала, поставить лайк этому видео и написать слово «участвуй». Участвовать могут жители РФ. Поэтому, друзья, обязательно принимайте участие. Я на этом буду с вами прощаться. На этом у меня сегодня все. С вами была Марина. Всем пока-пока.